Девушки отдыхают 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 Обеспокоенные люди написали письмо в министерство. Направили обращение на имя главного врача и в приемную депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. Считаю важным отметить оперативную реакцию на мой депутатский запрос со стороны Министерства здравоохранения. Надеюсь, что такая практика взаимодействия станет для нас нормой. От этого выигрывает и само здравоохранение, и жители края. Итак, спешим успокоить бейчан. По официальным данным, отделение эндокринологии не закрывается, а только меняет адрес. Эндокринологическое отделение, которое сейчас находится на базе центральной городской больницы, уже в скором времени, буквально через два месяца, переедет сюда, на второй этаж четвертой больницы. Здесь будут созданы все необходимые условия. Известно, что отделение будет рассчитано, так же, как и в ЦГБ, на 40 коек. И сейчас в палатах ведутся ремонтные работы. Врачи отделения эндокринологии уже посмотрели новое помещение. И главный врач четвертой горбольницы Александр Зорих заверяет, что здесь для больных будут созданы все условия. Условия будут те же самые. Сохранены койки, сохранен основной весь персонал. Финансирование, естественно, мы уже сейчас решаем, потому что надо же переориентироваться. Но, в принципе, решены вопросы уже. Мы просто переоформляем закупки, которые сделало ЦГБ, на нас. Есть такая возможность путем договора ЦСИ, и мы все эти вопросы закроем. То есть медикаменты будут своевременно, в полном объеме, что необходимо, отделение для работы и пациентам. И еще одна хорошая новость теперь для сердечников. Помещение, где сейчас находится отделение эндокринологии, освобождают для отделения кардиохирургии. Ничего подобного в Бийске раньше не было. Реорганизация медицинских учреждений позволит центральной городской больнице выйти на новый уровень. А это уже совершенно другое финансирование и внедрение современных технологий. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. Бийск специально для наших новостей. Выйти на новый уровень. Благодаря новому проекту и названию парка, который сейчас известен как «Изумрудный», барнаульские общественники предложили уже четвертый план реконструкции территории. Сегодня этот парк в заброшенном состоянии. Шество над ним взяли сами горожане. На днях на деревьях в «Изумрудном» появилось почти два десятка скворечников. Подробнее благотворительная акция Илья Кочетков. Такого количества посетителей, да еще весной, этот парк не видел давно. Шестая по счету экскурсия собрала больше 80 человек. А в первые дни, вспоминает историк и краевед Данил Дегтярев, приходило куда больше. Неудивительно. Здесь, например, можно узнать, что когда-то по территории нынешнего парка проходила целая сеть дорог, связывавших Барнаул с Москвой, с Большим миром. Поскольку четыре раза через Барнаул проехал Федор Михайлович Достоевский, ну, конечно, он тоже здесь ехал. Безусловно. Грустное, получается, путешествие в прошлое. Застывшее колесо обозрения, пруд, вырытый на костях, сам превратился в могилу для рыб. История «Изумрудного» признает Дегтярев, словно повторяет историю России. До основания, а затем… Здесь действительно, вот взяли, да, раз вот кладбище создали, потом снесли это кладбище, значит, построили там город-сад, потом сделали парк. Теперь вот этот парк старый, советский, разрушился, значит, что-то новое здесь будет на этом месте. К сожалению, да, вот, наверное, для этого места это характерно. Вот. Отлично. Рядом мастер-класс по сборке скворечников. Они должны хотя бы частично заменить пернатым гнезда и дупла, которых они лишились из-за массовых вырубок деревьев. Алексей Эбель, специалист по птицам, объясняет. Вот так должен выглядеть настоящий скворечник. Жордочки здесь нету, да? Да. Обычно еще делают крышку вот сюда, назад. Почему нет жордочки? Потому что птицы тоже некоторые неглупые, и сороки уже научились, сидя на жордочке, вытаскивать птенцов. Кроме скворцов, здесь смогут гнездиться и другие птицы, от синиц до горехвосток. Всего на деревьях в этот день появилось почти два десятка таких домиков. А значит, даже разоренный парк продолжит радовать горожан птичьим щебетанием. Участники акции уверены, восстановление парка может и должно стать делом общенародным. Если нужно даже прийти, просто вот физическая сила нужна, то только за... По дереву посадить, я не знаю, там убраться. Элементарно, вот просто ручной труд даже, либо какие-то денежные средства. Приобщиться к сохранению истории этого уникального места может каждый желающий. 20 апреля в парке пройдет грандиозный субботник. Лея Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Между тем, уже завтра в Октябрьском районном суде состоится очередное заседание по делу о вырубке более чем 700 деревьев в парке Изумрудном. Бывшего управляющего парком Владимира Фишера обвиняют в том, что он спилил насаждение незаконно. Сам Фишер уверяет, что имел на это все необходимые разрешения. Подробнее о том, как продвигается судебный процесс, расскажем завтра. А в случае с автомойкой на территории туркластера Барнаула судебное решение уже вступило в силу. Ее снесли. Напомним, автомойка в исторической части Барнаула появилась в августе прошлого года и сразу же вызвала возмущение горожан. После чего против такого объекта на территории туркластера высказалась мэрия и управление охраной культуры. Однако собственник Евгений Чертов настаивал на правомерности соседства исторических памятников и современной автомойке. Он даже оформил объект так, чтобы его стиль сочетался с общим ансамблем улицы. Однако это не повлияло на решение суда. Он обязал владельца снести автомойку до 4 апреля. С запозданием, но демонтаж произвели. А вот жители многоквартирного дома на улице Воровского в Барнауле уже устали ждать, куда они только не обращались, но продолжают бороться с дырявой крышей уже много лет. И это при том, что суд обязал администрацию города откапиталить кровлю. Почему медлит с ремонтом, узнавала Валентина Аскерова. Слезы уже закончились, хождение бесконечное. Уже 6 лет мы ходим по инстанциям, и вот это уже течет. Затекает теперь вся стена балконная. Я боюсь, балкон отвалится. Если перекрыть водопроводный кран, то можно прилично сэкономить на воде. В квартире пенсионерки Веры Афанасьевны она бесплатная. Черпай сколько хочешь. И все это из-за дырявой крыши, которая, по словам жильцов этого дома, ни разу за 30 лет не видела капитального ремонта. Весной квартира пожилой женщины превращается в настоящее озеро. Это видео было снято пару недель назад, когда в Барнауле активно начал таять снег. Спасались ведрами да тазиками. Тара порой наполнялась за пару часов. Кстати, дожди льют с потолка у всего пятого этажа. В 2013 году жильцы подали в суд на комитет по ЖКХ города, который ни разу не капиталил дом. Горожане дело выиграли, но уже прошло 7 лет с вердикта суда. А крыша до сих пор в дырах. Течет вот именно так. Уже два года конкретно. А то только сырело, мокруши, какие-то сороконожки. Всю зиму падают на голову сырость, плесень. В администрации города признаются, что дом Новоровского требует незамедлительного ремонта. Но сделать ничего не могут. Бюджет-то ограничен. В городе больше ста многоквартирных домов, которые нужно откапиталить по решению суда. Причем некоторые из них находятся куда в более плачевном состоянии. Но и до многострадального дома Новоровского очередь заверяют чиновники. Скоро дойдет. Он у нас включен на 19-20 год. То есть 19-й год у нас разрабатывается проектно-сметная документация. В 20-м году мы заканчиваем уже строительные работы. Планируем получить проектно-сметную документацию в середине июля. Но жители уже и не верят. Ведь обещанного они ждут несколько лет. А Вера Афанасьевна боится, что потолок просто рухнет от сырости, пока чиновники решают вопросы с документацией. И продолжает менять тазики. Валентина Аскерова, Алексей Фризин, Николай Шилко. Наши новости. К другим темам сегодня отмечается самый добрый и веселый праздник – День российской анимации. 8 апреля 107 лет назад на экраны вышел первый мультфильм отечественного производства «Прекрасная люканида». Наша съемочная группа встретилась с начинающими мультипликаторами Барнаула и понаблюдала за созданием анимационных картин. Ну, сначала я хотела его назвать своим именем, но мне показалось это слишком оригинальным. И я придумал со своей тетей, придумал имя ему новое. Этого начинающего мультипликатора зовут Федора, его персонажа – Фред. Мальчик не только придумал главного героя, он даже подготовил настоящие сценарные планы с раскадровкой. Чтобы рисовать анимационные фильмы, Федя ходил в художественную школу, учился лепить из пластилина. Сейчас занимается в студии мультипликации, готовится к созданию целого мультсериала. Он будет о путешествии, он будет путешествовать о разным странах и попадать в этих странах всякие передряги. Вот такие мультики создают в студии анимации. Всего здесь занимается более 25 человек. Красочные истории создают на компьютере, либо с помощью пластилина, объемных или плоских фигур, которые снимают на камеру. И теперь чуть-чуть двигаем. Барнаульский аниматор Артем Фирсов делает мультики с 2006 года. Самая объемная его работа длится 2,5 минуты. Анимация – очень трудоемкий процесс. Каждый кадр, если это покадровая анимация, мы пририсовываем вручную. То есть, если мы, допустим, рисуем картину, то мы на нее можем потратить неделю, две недели, месяц и больше. А на анимацию есть определенные, конечно, хитрости. То есть, мы можем ее сузить, где-то повторно сделать. Но все равно мы на это потратим время. То есть, на каждый кадр мы тратим время. На самом деле, очень много вакансий для аниматоров, хороших аниматоров. Потому что, ну, мало где в вузах даже этому учат. Дети вроде бы заканчивают художественную школу, но при этом у них вот некуда дальше идти развиваться. В Алтайском крае профессиональных мультиков почти не рисуют. Да и пробиться на большие экраны нелегко. Со своей работой нужно участвовать в фестивалях, собрать целую творческую группу из художников, актеров для озвучки и маркетологов. Но в этой студии мультипликации не рассчитывают на большие кассовые сборы, полные залы зрителей. Здесь делают мультики для себя и для родителей, которые с каждой новой премьерой вновь и вновь возвращаются в детство. Дарья Демиллер, Андрей Печоркин. Наши новости. Плюсовые температуры и ясно. Теплее всего в Рубцовске и Змейногорске. Там до плюс 16. В Камнина Абе 12. В Заринске 11. В Барнауле восточный умеренный ветер. Ночью плюс 3. Днем до плюс 13. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. У меня на этом все новости. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok